Добрейшее утро. Час тишины закончился, точнее даже два часа. Проснулась я в восемь часов. Спасибо будильнику мужа. Добрейшее, просыпайтесь. Нас ждет очень много дел. Сейчас быстро красим брови. Двадцать пятый раз показывала. Вот такая упаковка называется Егора. Как показать-то? Вот так, наверное. Не соображает мозг, у меня еще не понимает, что надо делать. Краска Егора. Не могу сказать, что она очень хорошая. Прям знаете, что вот я в восторге. Ну такая. Я, кстати, уже умылась. Обезжирила их. Обезжирила. Ничем не мазалась. Сразу накрашу брови. Буду ходить с ними двадцать минут. Потом мы это все дело смоем и покажу, что получилось. У меня тут торчит снова что-то. Эти волосы. Перемешиваю. Слишком толсто не буду тут прокрашивать-то, ладно уж. Ну, в общем, можете свои шуточки подготавливать уже. Обычные. Про погоду в Азербайджане. Кстати, вы заметили, сколько я готовилась морально к этому делу? Три дня. Просто брови покрасить. Три дня у меня не получалось этого сделать. Наконец-то руки дошли. Сейчас хочу поставить хлеб на батоны дрожжевой. Почему? Потому что не все на закваске готовят хлеб. Не все хотят на закваске. Не у многих. Точнее, у многих не получилось приготовить закваску. Поэтому я решила, почему бы не повторить рецепт батонов. Легких, быстрый рецепт. Батоны, которые готовятся, ну, за полдня у вас уже будут там вкусные. Можно и быстрее, но они должны выставиться, по-моему, если не ошибаюсь, три раза по часу. И потом выпекать. В общем, рецепт легкий. У меня есть вкусный. Сделаем сегодня. Там порция, по-моему, четыре батона. А мы сделаем два. Четыре. Это не надо столько много. Ой, я вчера ночью так и ржала, аж закатывалась, аж плакать начала. Меня рассмешили в переписке. У меня муж уже спал, а я смеялась, аж у меня слезы шли. Помните, я вам говорила, что хочется посмеяться от души вот так вот, чтобы прямо, знаете, ну, вот прямо смеешься и не можешь остановиться до слез. Вот так я люблю. Вчера у меня так случилось. Прям смеялась до слез. По-настоящему. Еще хочется выспаться. Прям лечь. Спать в сласть. Не просто лечь и спать. А вот как, знаете, спишь и получаешь удовольствие от сна. У меня такое редко бывает. В детстве так было. Прям ляжешь так. Ой, не, у меня недавно было это. У меня это недавно было. В Карелии мы сидели. Вечером собирались жарить шашлык. Ну, а пока шашлык не жарили, сели в доме. А, нет, нет. Да, шашлык в бане должны были быть. Это вот на новогодние праздники. И я так что-то прилегла. Ну, совсем чуть-чуть. Думаю, просто вот поменяю положение, чтобы не сидеть. Лежа. И я как заснула. Все сидят, разговаривают. А у меня, понимаете, хоть... Ты хоть тресни. Я прям проснуться не могу. Вот так в сласть прям поспала, наверное, часа два, а то и три. Посреди бела дня. У меня такого вообще уже сто лет не было. Чтоб я днем заснула. Такого вообще не бывает. У меня всегда чувство тревоги. Меня не покидает какое-то. Что-то надо сделать, куда-то надо идти. Вот это. А там прям без задних ног. Заснула. Прям кайфанула. Ну что, хватит или еще где-то везти? Сейчас мы с вами ушной палочкой подправим. Еще вон там надо выбирать волосяндры. Вылезли. Из общего стада. Не знаю, лестницы прокрашивать или нет. Слушайте, ни разу на не вижу. Вот так. Ой, вообще слепит аж. И так нехорошо, и так нехорошо. Мне без него лучше. Не могу прям... Слепая стала ворона. У меня, кстати, бабушка, которая в Армавире жила, царство небесное, у нее всегда были подкрашены брови. Она каждое утро красилась. Уже прямо, знаете, ну, она в возрасте была. Всегда у нее подкрашены брови. Всегда у нее ресницы подкрашены. Она без... Вот, если еще там ресницы можно было там когда-то, увидишь тебя, а брови всегда подкрашены. Я всегда это восхищалась. Причем у нее даже была какая-то специальная тушь. Она покупала, что ли, прямо вот для бровей перед выходом из дома. Оп-оп. Красотка-модница. Красотка-модница. К сожалению, ее больше нет. Чуть-чуть кончики. Она всю жизнь проработала врачом, работала хирургом, была хирургом. А потом, уже когда вышла на пенсию, стала работать в роддоме по оформлению документов новорожденным. Новорожденным и другим-то, не знаю. В общем, в роддоме. Вот у меня когда Святослав родился, он родился в Армавире. Бабушка прям на родах у меня присутствовала, за руку меня держала. И когда все закончилось, я помню, она говорит, я чуть сама не родила. Валентина Кирилловна, красавица, царство небесное. Так жалко, что она умерла. Такая хорошая. Ее даже бабушка никогда не называла. Язык не поворачивался. Женщину такую красивую статную назвать бабушкой. Валентина Кирилловна. Так она всю жизнь. Ее и называли все Валентина Кирилловна. Она жила в Армавире, на улице Роза и Люксембург. Интересно. Жизнь будет прожита. Как будут вспоминать меня, когда я умру? Если хотя бы один человек по-хорошему вспомнит, то уже прожита. Жизнь не зря. Да? Так ее нет уже сколько лет. Все равно вспоминаю. А дедушка мой. Его вообще нет уже. Очень давно еще в школе училась. Здесь он номер. Представляете? Всегда его вспоминаю. Владимир. У меня родной дед по маме. Это Жора. Ну, вообще его Гриша звали. Но все его называли в деревне Жора. Так вот, дед Жору я вспоминаю реже. Почему? Не знаю. Одинаково любила. Они просто совсем разные. Его родной брат, вот Владимир, вот, его вспоминаю чаще. Хотя, казалось бы, да? Ну, я не разделяла родной или двоюродный. Для меня они оба были всегда родными. Но этот более... Он был старше дед Вова. Он был более вот такой вот спокойный, уравновешенный. Вот меня больше к таким людям всегда тянет в жизни. К спокойным, уравновешенным. Чтобы они не скандальные были, да? Вот, видимо, полная противоположность мне. Да? Вот. Нужна мне полная противоположность мне. Мне с ними легко общаться. Вот у меня Леночка моя. Она вообще... Не, ну почему? Бывают и буйные. Сейчас чуть я так подумала. Бывают и буйные у меня друзья. Я тоже с ними дружу хорошо. Может, это к мужчинам больше относится. Дайте подумать. Не знаю. Друзей может быть даже некорректно, да? Вот сравнивать. Ну, в общем, вот этот вот дед Вова, он был такой спокойный, как Удав. Его невозможно было вывести вообще из себя просто. Он всегда был спокойный, всегда рассудительный, всегда с юмором. Вот я почему люблю в людях юмор. Он всегда так шутил. Вы не представляете. Ну, просто он бог юмора был. И у него все шутки были такие искрометные. Не просто там, давайте расскажем 35-й раз один и тот же анекдот. А то и 135-й раз. Нет. У него был настоящий юмор, который по ходу разговора рождается, да? Шутки я имею в виду. Человек говорит, а у него по ходу разговора шутки рождаются сами. Там где-то дополнил, там где-то подшутил, где-то еще что-то. В общем, вот так вот. Вот это вот чувство юмора. Вовремя сказано какие-то фразы, которые заставляют других людей смеяться. Это у него так было всю жизнь. В общем, все. Снова мне написали, что я нищая, не могу себе позволить сходить к мастеру маникюра. Ни один мастер маникюра мне такой маникюр не сделает. Ну вот. Краской смазнула. Надо смыть. Ни один мастер маникюра мне такой маникюр как сделает, я не делает. Потому я делаю его сама. Конечно, когда уж совсем лень, тогда я могу или там что-нибудь, не знаю еще какие причины. Лень скорее. Могу сходить к какому-нибудь мастеру. А в основном я люблю качественный. Потому делаю его себе сама. Все, друзья мои, доброе утро. Глянь, я этой краской от этих бровей долбанных нарисовалась. Сотрется или нет. Ну ладно, все. Пошла водичку пить.